Вот это благословение. Здесь пиле МВД. Вам вам самое удобное будет. Вот такая небольшая книжка. Она нашла в 2016 году. Еще в Прохо, когда живое, давал благословение. Парни на нем, да? Если Евангелие, то есть, никто не читал, Вы в храм заходите, да? Знаете, что такое тайское состояние? Знаете, что такое тайское состояние? Немножко, как бы, я Вам... А можно прикрыть дверь? Вас не будет смущать, чтобы не мешать никому? Господи, благослови! Вот сколько раз в Тебе я сомневалась, Внезапно падала и вновь клялась. Стреть больше так не согрешать. А ты велел всегда прощать Всех тех, кто покаяние приносит, Кичливо он не превозносит, Смиряясь перед всем и вся, И за Давидом повторяя, я земля. О, Господи, прости же меня, прости, Что сбила с верного пути. Грешила в мыслях и словах, В поступках, чувствах и делах. Закон нарушила, коснулась ада. Ты посетил в душе от радости. Не отходишь, побудь еще. С тобой всегда будет хорошо. То есть с Богом, да? Имеется ввиду. Господи, благослови! Итак, выборочно немножко некоторое... О, Мироздание! Это, если кто читал книгу, Серафима Роуза. Не, не читали, да? После прочтения этой книги, Как бы вот такое вот зашло, В 1990 год был написан. О, Мироздание! О, Мироздание! Что ты без Бога? О, тварь! Что ты без своего Творца? Какой имеет смысл дорога, Коль ты не видишь у нее конца? Себя мы тешим похвалой, Теряем время в праздной суете. Как обеднели мы душой, Вдох пребывает в пустоте. Зачем рождаются все чувства И мысли разных круговерсий? Зачем науке искусства, Коль все равно приходит смерть? К чему стремление человека Заложено в природе естества? На ком мир дождится от века, Тому от нас и похвала. Все в этой жизни можно изменить, Пока нас не покинул разум. Давайте ж истину любить Не частью, а всем сердцем сразу. Истину имеется в виду, Если в Иоангеле есть слова такие, Как Пусть говорит, Я есть путь, и истинный живет. То есть Он и путь К Богу, да, Царство Небесное, к Нему? Он истинно и сердце. Прошедшее уже не наше, И будущее не нам принадлежит. Владеем только настоящим, Который стремительно бежит. Назад, что было, не вернешь, Года в себе уж не убавит. До поля дышишь, то живешь, Но прошлых лет уж не исправит. Все пролетит, как день вчерашний, Ничто на месте не стоит, Жить надо только настоящим. Пророчество Он когда-то все сгорит, И будет новая земля, Все в миг изменится на ней, Болезнь и смерть. Зачий заряд исчезнут из истории людей. Если кто читал Новый Завет, В Откровении есть таман Богослова, Может слышали, нет? Или читали? Это еще она входит в Диблию, И там как бы, Сейчас я с носки дословно с Евангелия Прочитаю. Что значит, когда время бежит, да? На кавычки. Одно. То не должно быть сокрыто от вас, Возлюбленное, Что у Господа один день, Как тысячи лет, И тысячи лет, Как один день. То есть, Такое есть в Диблии выражение. То есть, Время быстрое, да? Да. Что значит пророчество, Когда все сгорит? Это значит, Опять в кавычках, Я читаю дословность Евангелия. Придет же день Господень, Как тать ночью, И тогда небеса с шумом придут, Стихи же разгоревшиеся, Разрушатся, Земля и все дела на них горят. Если так все это разрушится, То какими должно быть Святой Жизни И благочестий вам, Ожидающим, Желающим пришедшего Дня Божия, Которого вспламененные небеса Разрушатся, И разгоревшие стихи растают? Впрочем, мы, Побетование его, Ожидаем нового неба и новой земли, На которых обитает правда. То есть здесь Господь предсказывает, Что будет время, Когда в земля все сгорит все дела в ней, И придет суд Божий Придет с неба. Пугает ли? Нет, но это Господь предсказал, Слову Божьей вылезли. Да, да, это видно. Но об этом никто не знает, Не ангелы. Тогда это будет. Это неизвестно, Но это будет. Рассказал, говорит, Он же создал фонд, Сказал, И... Вот тоже, да, Бог, 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 Господи, Благовен, Вот говорят, Вот, Возлюби Врода своего, Как там брал сестру, Как его можно, по идее, Возлюбить, Если, допустим... Без Бога это невозможно. Ну да, Вот как можно его полюбить? Вот, допустим, Далеко не надо брать, Хотя бы из моей истории жизни. Вот, допустим, Дядя у меня с сестрой ехал. Он остался живой, А она нас смерть разбьет. Ну, да как бы я не должна это простить? В этом человеке для меня было все. И мамы, и братства... Вы кому сейчас забыли, говорите? А сестре и братья... Практически, кому? Кому? Нет, говорят, Что нужно врага своего возлюбить. Больше, чем как бы... А... То есть вы о том, что кто-то виноват? Да. То, что сестры нету, не стало... Господь пропускает. Смерть, смерть от Бога. В любом случае, В любом случае, Господь пропускает. Еще неизвестно, Может, они бы нагрешили, Жили больше. А грех несет смерть в себе. Понимаете, Что такое грех? Это смерть. Он несет в душе смерть. Мы рождаемся в крещении душой. Адам, когда согрешил, Он душой умер. А мы душой воскресаем в крещении, Когда прощается на все грехи. А второй раз, Мы воскресим только со Христом. Душа воскреснет, Да, когда тело умрет наше. Когда умрет. Когда будет суд, Умер. Вот. Ладно, там взрослые, да, допустим, Взрослые умирают. Там, чтобы больше... Разницы нет. А здесь и маленькие... Смотрите, Мы различаем, Живя на земле, Мы различаем там разный возраст, да? А у Бога же одно время, А у него нет. Маленький или большой вообще. По святым отцам там сказано, Что в основном, Потом будет у всех, После суда, Возраст Иисуса Христа. В 33 года. Там, как говорится, Это у нас здесь разница. А во Христе нет. Ни людей, ни елена, Ни мужского, Ни женского голода. Все едино. Там ни замуж, Ни жениться выходить не будут. Ни пить, ни есть, Там это не нужно. Потому что там будет жизнь совсем другая. Я предупрежу вас немножко, У нас идет запись для православного канала. Поэтому, Вас не было, Вы выходили, Если вы что-то личное в жизни, Я вас просто предупреждаю. Господи, Богослови. Я немножко как раз о днях, о времени читаю. Это что такое, да? Одни бегут неумолимо, Их нам ничем не удержать. Пути Господни неисповедимы, И смерти никому не избежать. Кто скупо сеет, Скупо и пожнет, А кто богато, Меры утрясенные, Награду тот себе достойно найдет, А сыплется сверхмером его лона. Всему есть время, Своя мера, вес, И все на этом свете учтено. И как морской песок чудес, Измерить людям не дано. То есть Господь говорит, Каждый день. Каждый день. Да. Кому добро, Кому зло, И кому и смерть, И все идет. Дни бегут неумолимо, Но мы уже как раз говорили, Вот пока вас не было, Дословно в Евангелии Есть такие, значит, слова в кавычки. Одно то не должно быть закрыто от вас, Что и Господа один день, Как тысячи лет. Тысячи лет, Как один день. Вот. Это Библия, Второе послание, Это у апостола Петра. Я читаю, Лешка выходила, Опять к этому вернемся. Есть еще такое место, Кто с куба сеет, И с куба пожнет. То есть, Это как бы о милостнии Говорит в основном. Мы же, кто православный в храм ходит, Знаем, Что мы спасаемся милостнию. Как бы, Должны благотворить. Для чего? Чтобы не было, Чтобы не было в сердце наше жестокое. Чтобы мы, Ну как, Доброта у нас, Зачем я что-то проявляла? Ну, раз ходили, Подавали милостки, Молодковка, Ходили, Просили, А шахты подать, Ты говоришь, здоровья, Никого не найдешь. Ну, у нас много, Сиро, у тебя говорят, Девушки дома. Молодец, Молодец, Молодец. 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 Потому что, знаете, Вархлада жизненная все равно не все саконистична. Не все саконистично. Вот на слово, значит, Скупо сеет и пожнет, Есть тоже послание, Святого посла Павла Коринфину, глава 9 стих 6. При всем скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, А кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. То есть, это прямые слова в Евангелии. Апостол, правда, говорит. Ну, может, знаете, из жизни, Вот я, например, Мама у меня, Она одной рукой, Ей тоже много давали, да? Там хоть подарки, хоть что-то вот, Что бы не дали, Но она всегда, И бабушка у нее так же. Она говорит, Мы, тем более бабушка, Мам, мам, Жили после военного времени, А она говорит, Еще бедно жили после военного. А у мамы 87. Благодетная семья была. И она говорит, что интересно, Там она что-то сварит. И говорит, Не меня посылала, Мама мою. Моинку. Иди отнеси, Там еще бабушка есть, Которая без нее меня. И она говорит, Нас так приучало творить вот мел с ним. То есть, Майя ей посылала. Да, подать. Ну, они жили в беременно, Там у них капусту, Картушке, Все они свои сажали. Как бы, вроде и корову держали, Да? Но все равно. То есть, вот мы должны Детей стараются приучать. Стараются кого-то, да. А я, я. А я тебя. Обязательно давать. Не обязательно Богатые должны. Это все должны сделать. Богатый или бедный. Ну, богатый, Богатый, конечно, Он будет больше, Да? Или, может, Меньше. В Казиманде, Вы будете читать, Видите, Что там бедная вдова Положила лепту, Ну, то есть, Денчику свою. Где в храме, В то время, Когда Господь жил, В его время в храме Была сокровищница. Ну, куда-то. Полагали вот эту жертву свою. И он, Как бы, Возвысил ее И сказал, Что мы, как бедный вдова, Положим больше всех. Почему? Потому что, Многие кладут, Богатые, Они какую часть ложат, Но они же не все ложат. Оно только какую часть. А она положила все твое пропитание. Получается, То, что она на сегодняшний день, Она могла питаться этим, Она все положила. И поэтому, Господь ее похвалил. Вот, Как она зацепила. То есть, Он говорит, Смотрит не на то, Сколько мы ложим, Или сколько даем, А то, На то, Сколько у нас остается. Мы же, как принято, Маленько можем дать, А большую часть из себя оставлять. Как бы, Как бы, Мы же такие гористы, Мы издеваем. У нас же дети, И там все, да? А бываем вообще не дают. И нам не дают. Вот, Я зря не жила, И бабушки многие, Они вот, Делят и дают и своим, Не только детям, И чужим. А есть вот, Которые они детям даже дать не хотят. Только все себе, Себе, Себе. Не говоря уже о чужих. Ну, Я же не знаю, Человек дает. Себе разное. Вы не видите, Что на дверь открыть? Екатерина Голубева. Ну, Это, Не могли быть местной православной. Екатерина Голубева. Дверь проще открыть. А, да. Окно открыть. Окно открыть. Окно открыть. Одним сейчас, Сейчас откроем. Опомнитесь, Люди, Проснитесь. Опомнитесь, Люди, Проснитесь, От ложных богов Отвернитесь. К единому Богу Отцу, Создателю, Миру, Творцу, А Сыну Его, Иисусу Христу, Поклоняйтесь. При Господом, Духом и Святым, Смиряйтесь. Не отдавайте своим сердцем Страстям в плен, Ведь все видимое в этом мире Ожидает плен. Одна душа лишь в человеке ценно, На страшный суд она предстанет непременно, И Богу даст отчет за все свои дела, За каждый мир, который на земле жила. Душа получит за добрые дела награду, А вот вы дадут ей в небесный рай преграды. И поэтому человек, пока есть время не ленить, И своим спасением обязательно займёт. И вам, ребята, Двенадцатого года, И в том числе, Которые красивые приезжали, Будете читать. Да, вот Евангелие. Там есть слова. Сейчас я готовлю. Всякие отрагающие меня, Не принимающие слов мои, И мы и судим себе. Слово, которое я говорила, Оно будет судить его в последние дни. Слово, это вот Слово Божие. И мы называем его Писание, да? Святой Евангелие. А по большому счету, Слово, Сам и есть Господь. Иисус Господь. Он нас будет судить. И как бы Он говорит, Если вы не верите, То вот Слово, Это Писание, Они будут вас судить. Слово Божие. И Слово Божие. И Слово Божие. Которые не знают Закон Божий, Они будут судить с совестью. Которые, Вы знаете, Когда мы погрешаем, Слово Божие нас порицает как бы, да? Когда делаем добро, Или хорошие дела, И значит, Оно нас одобряет. Вот это уже, А говорит еще, Слово Божие. Слово Божие. Меня зовут Соль. Да. Ну вот она и все сделает. Да. Ну, Соль, Это Соль, Да, что Божие у нас, Это то, Чем мы отвечаем, Сразу, Животный Соль. Она, Нам как раз для спасения, Это очень полезно. Ну, Если, конечно, Она не будет сожженная. А то бывает, Как говорится, Сожженная Соль. Болезни. Болезни наши, Это смерть из гонцы. Болезни наши, Начинают поражение, Другие лицы. Но часто мы бываем, Как незрячие с лицей. Как будто не идет за ночью день, А под солнцем, Человеком его тень. Получается и мысль, Мысль с шедленой на лень. А мы от этого так часто унываем, И как диагент с вами в бочку залезаем. Хотя уж детство, Что и добро, И зло все знает. От болезни каждый человек страдает. Но как их их держать, Он мало знает. Ведь часто нужную дорогу выбирает. Идем мы не всегда к врачам, А к разным ведунам, И злыхарям, Которые свои освернили храм, Он есть жилище для святака Духа, Лечит или лукавых ждет разруха, А Слово Божие не слышит наше ухо. Лукавый ум говорит, Лови прямого цвета, Что подсеет человек, То он искосит. А умное благословение у Бога просит. В Новом Зависице, То есть здесь у нас нету, Но это в Библии уже. 1 Коринфянам 3 глава стихи 16-17, Кавычки, Дословно сказано так. «Разве не знаете, что Вы храм Божий, И Дух Божий живет в вас? Если кто раздарит храм Божий, Того покарает Бог. Ибо храм Божий свят, А этот храм Вы. То есть тело для души, Как одежда, И как храм. И когда мы согрешаем, Мы его отверняем, И поэтому у нас болезнь. Когда мы согрешаем, Греха не дать, А они несут нас смерть, Отсюда и болезнь. Как следствие. Следствие по греху. Это наша его болезнь. Духовная и телесная. И поэтому изначально лечить надо не тело, А душу. Знаете? А душу лечится покаянием, Исповеданием. Вот. Чтоб знать свою веру, Нужно стать Евангелем. Да. Потому что в поклании Римлянам 2.17, Там сказано, Вера от слышни, От слышни от Слова Божия. То есть если мы Слово не читаем, Не знали, Не слышали, Вера находится. Откуда она является? А когда мы слышим проповедь, Читаем Евангелие, Вера появляется, Мы начинаем изучать этот закон, Начинаем управляться, И Господь дает, И у нас немножко жизнью управляется. Да? Спаси Христос. Я очень рада, Что Вы немножко меня выслушали. Я не буду Вас утомлять. Я сейчас отключу видео. Спасибо большое.